Заголовок. Переводы с прихода на приход. Как уже говорилось раньше, священник по своему желанию и по своему усмотрению не может перевестись на новый приход. Церкви даже представить невозможно, чтобы священники искали себе работу в светском понимании этого слова. То есть звонили бы по объявлениям, отправляли бы резюме, потом приходили бы на собеседование, интересовались бы уровнем жалований социальным пакетом. Подобные размышления вызывают улыбку, так как нелепы. Но некоторые же не знают, как священники устраиваются на службу. В этом вопросе все решает исключительно архиерей. И чтобы долго не повторяться, а перейти к рассказу о переводах, напомню, что указы архиерея не обсуждаются. Уровень зарплаты остается математически неизвестный, и батюшка может только догадываться, что ждет его на новом приходе. А если священник рядовой, то каков будет настоятель на новом приходе, тоже неизвестно. Владыка может посоветоваться со священником, желает ли тот или не желает пойти на данный приход, но это бывает редко и при каких-то особых обстоятельствах. Активный священник почти всегда может вопросить у архиерея разрешение построить храм. Почти всегда вопрос о его трудоустройстве решается по его желанию. Активность в данном случае поощряется. Обычно вызывают в патриархию, если это Москва, или в епархиальное управление, если это в регионе, и вручают указ. Зачастую священник может и не догадываться, зачем его вызвали к начальству, а священник, приняв указ, едет с ним на приход. Далее, в зависимости от обстоятельств, обустраивается, знакомится, перевозит или не перевозит семью, ну и так далее. Перевод с прихода на другой приход для священника и его семьи всегда жизненный поворот, можно сказать, начало нового жизненного этапа. И рассматривается он, как и все в жизни верующего человека, как воля Божья. Говорят, один переезд, два пожара. Для кого-то этих переезда бывает слишком много. Иногда это долгожданное событие, особенно если перевод связан с повышением по службе или улучшением условий. Иногда воспринимается нейтрально, просто как перевод на новое место работы. Но зачастую это достаточно болезненный и тяжелый процесс, особенно если священник обременен семьей, которая обижалась на новом месте, а перевод связан с переездом в другой город или другое село. Но самое тяжелое для священника это терять связь со своими прихожанами и духовными чадами. В мегаполисе связь с прихожанами еще можно сохранить, но в провинции перевод зачастую означает разрыв дружеских и духовных отношений с людьми. Священники зачастую относятся к прихожанам как членам своей семьи. Так в одном селе служил батюшка, прихожане в котором души не чаяли, так они его любили. Но настал момент, когда архиерей решил перевести священника в другое село. Приход взбунтовался, стали собирать активистов, ходить к архиерею с прошениями и оставить священника. Архиерей не внял глаз у народа, свое решение не переменил и направил на этот приход нового священника. Новый священник приходит к старости за ключами от храма, а ему говорят, «Уезжайте, батюшка, откуда приехали, и скажите своему владыке, чтобы нам нашего отца Петра вернул. Мы вас в церкву не пустим, ключи не дадим и на службу не придем». Вот такой примерно разговор. Пришлось архиерею все же возвращать им старого священника. Один преуспевающий бизнесмен, жизнерадостный, активный, целеустремленный, достаточно молодой человек, придя к вере, решил построить храм. Пришел он к местному епископу в городе Энске, где собирался строить, и высказал свое благое желание. Епископ обрадовался, так как в Энске давно хотели строить, но ни средств, ни возможностей не было. Тут неожиданно для владыки бизнесмен поставил условие, что построят церковь только в том случае, если его самого рукоположат в священнике. Владыка, поразмыслив, нашел возможную его хератонию. Итак, новоиспеченный батюшка, назовем его «Новичок», ушел из бизнеса и с рвением принялся за строительство, параллельно поступив по настоянию владыки на заочное отделение в семинарии. За два года, в кратчайшие сроки, завершилась стройка и на месте заброшенного городского сквера, где раньше собирались местные алкаши пить малепаленую водку, драться и блевать, где бродила целая стая бездомных собак, а наглые вороны рылись в кучах мусора, засиял золотом и куполами красавец храм. Его называли чудом. Батюшки-новичку, начальство, администрация, район и областная пели дифирамбы. Местная газета строчила статью за статьей с пафосными заголовками «От бизнеса к священству», «Благое дело» или «Как богатому выйти в Царство Небесное», ну и так далее. Только батюшка-новичок стал привыкать к своему триумфу, и лаврам, как внезапно для него нагрянул гром в разумление. Его вызвал владыкой, вручил указ о переводе в полуразрушенный храм, от которого за десятилетия безбожие остались одни остовы, мотивировав это тем, что раз у него так замечательно получается храмостроительство, то не пора ли построить еще? Для новичка это была пощечина судьбы. Такого поворота он никак не ожидал. Батюшка пытался возразить, что строил храм, чтобы именно в нем быть священником, а теперь на его место присылает другого, который ни сном, ни духом, а его, отстроившего все на свои личные сбережения, не взяв и копейки со стороны, переводит в деревню Гадюкина поднимать развалины. Отец-новичок не понимал, как могли так с ним поступить. Тут начались скорби. Жена ушла и вышла замуж за его бывшего партнера по бизнесу. Денег не осталось, и строить другой храм уже было не на что. Новичок пытался вернуться в бизнес, но и там дорога была закрыта. Связи он подрастерял, из тем и выпал, капитала не осталось, кредит банк не давал. Если и выбирать между священством и бизнесом, то начинать и там, и там надо с нуля. Но и на это уже не было ни моральных, ни душевных сил. К тому же сан. Батюшка-новичок упал в тяжелую депрессию, поняв свою главную ошибку. Ведь храм можно было построить и не принимая сан, ведь и не было у него призвания к этому. Строил он для себя, а для себя нельзя строить. А если бы было бы истинное призвание, так взялся бы и развалины восстанавливать, без копеек в кармане. Терпеть трудности и лишения ради одного – служения Богу. Как дальше сложилась его жизнь, не знаю. Вроде ушел за штат, дабы найти душевный мир и согласие с совестью. Но это случай частный, поэтому исключительный. А вот типичный случай перевода с прихода на приход. Служит некий батюшка, назовем его старатель. Всем сердцем и всей душой дается Богу и церкви. Восстанавливает полуразрушенный храм. Тяжело ему это дается. Строит на пожертвования, собираясь с миру по нитке. Как храмы собирают деньги, расскажем в другой главе. А дед старатель берется за все. Работой не брезгует, зачастую облачаясь в выстроительную робу. Наравне с прочими рабочими месит цемент и кладет кирпич. Весь храмовый доход, все деньги идут у него на стройку. Сам старатель ездит на разбитых жигулях. На них же, не жалея бедной машины, возит то мешки, то плитку, то доски. Семья батюшки во всем себе отказывает. Вещи донашивает, питается скромно, ничего дорогостоящего не покупает. Ремонт в собственной квартире не делают. Матушка утешается мыслями. Вот закончим стройку, храм отделаем и вздохнем. Но не получается. Когда в храме остаются лишь мелкие недоделки, владыка бросает батюшку старателя на новый объект. И батюшка старатель смиренно идет, вернее переезжает, ведь новый приход далеко. Продают свою квартиру и даже радуются. Вот, мол, промыслительно ремонт в квартире не сделали, все равно переезжать пришлось. А бывает и так, что и продавать нечего, а на новом месте и купить нечего, да и жить негде. Конечно, жалко и больно, и даже может быть обидно. Столько труда, столько сил вложили и начинать все сначала. Успокаивается только тем, что и труды и силы отдавали ему, Богу. Для него не жалко, а награду получим на небе. Здесь и мотивацию архиерею понять можно. Ему надо, чтобы в епархии все храмы были восстановлены и отстроены, чтобы чинно служили службы. Естественно, интересы церкви он, архиерей, будет ставить выше личных интересов батюшки старателя. Он вряд ли спросит, есть ли силы еще раз взваливать на себя такую ношу и согласно ли его семейство. Если у старателя хорошо получается, то пусть еще раз постарается на общее благо. Тем более, что не у всех священников так хорошо получается. Иной сидит годами, ничего построить и отремонтировать не может, только жалуется, мол, не на что. А придет такой вот старатель, тут и спонсоры откуда-то появляются, и дело с мертвой точки сдвигается. Знаю один пример, когда батюшка, восстановивший два храма, был переведен в третий раз, но на третий раз его моральных сил не хватило. Впал в апатию, так ничего не построив. Иногда батюшку старателя не переводят вовсе. Храм, который он восстановил, оставляют за ним, а дополнительно дают еще два-три таких же, как предыдущий. Так происходит, потому что зачастую приходов больше, чем священников. И приходы так малы и бедны, что с них не прокормишься. Такая практика нескольких храмов на одного настоятеля часто встречается в Подмосковье, где большинство прихожан – дачники-москвичи, и жизнь в многочисленных деревнях оживает исключительно летом. А на зиму в этих дачных деревнях остаются три кривые старухи до два инвалида. У нас есть один знакомый, у которого зимой на приходе остаются именно пять человек на всю деревню. До Москвы от его храма всего полтора часа езды, а храм ему помогает восстанавливать все те же дачники-благодетели. Это вроде и справедливо, и не так обидно, но нагрузки на священника падают непомерные. Ведь строительная специальность у отца-настарателя не основная. Во всех этих храмах еще и служить надо, исповедовать, людей утешать. И случить, и слушать, в то время как на голову крыша готова упасть. В Москве известные на всю страну священники-настоятели тоже зачастую являются настоятелями сразу нескольких храмов. Чем объяснить эту практику непонятно. Наверное, их известностью, подсчетом и репутацией. Ведь бедность в Москве пока не грозит. Конечно, в отличие от деревенского попа, таким настоятелям не нужно разрываться между приходами. У них много священников, диаконов, секретарей и помощников, службы налажены, воскресные школы работают. Бывает, переводят из-за конфликтов на приходе. Не выживается батюшка с прихожанами или настоятелем. Если приход многоштатный, случаются переводы и из-за клеветы. Одного батюшку обвинили в прелюбодеянии. Причем обвинила дама, которая сама имела на него виды. Но не добившись цели, оклеветала перед архиереем. Тогда священнику много нервов потрепали и крови попили, так как епископ разбирался с этим случаем и провел целое расследование. Выяснив, что батюшка невиновен, епископ срочно перевел его в другой город, что называется от молвы подальше. Ведь слух пошел, а городок небольшой, все друг друга знают. Казалось бы, подумаешь, собака лает, ветер носит. Какая-то взбаломощная, своенравная мадам, которой кое-чего захотелось или просто скучно жить стало, пишет грязный донос. А священника из-за этого в другой город отправляют. На этот момент у батюшки было трое детей, матушка, беременная четвертым. Квартиру только обустроили. В городе бабушки, которые с внуками помогали, а надо срываться, продавать жилье и ехать в совершенно незнакомое место, где ни кола, ни двора, и обустраиваться там. Думаю, очень тяжелая ситуация. А бывает и так. Рукополагает священника и отправляет в город штатным. Затем переводит в село настоятелем. Через несколько лет настоятелем в город. Это называется повышением по службе. От малого к большему. Параллельно и награждает за успехи и выслугу лет. Ну и семья батюшки, получается, живет то в городе, то в деревне, то опять в городе. Причем города и деревни могут быть разными. Опять можно сравнить с жизнью семьи военных, которые меняют гарнизон за гарнизоном. Путь от рядового священника до настоятеля проходят не все. Это не является обязательным правилом. Есть священники, которые всю жизнь служат рядовыми. Вторым, третьим, а то и четвертым и на повышение не надеются. Заголовок. Место служения и место жительства семьи. Казалось бы, батюшка должен жить недалеко от своего прихода. В том же городе, в том же селе. Но бывает и так, что семья живет в одном месте, а приход дают далеко от дома, причем очень далеко. Вот и приходится решать подчас неразрешимый вопрос. Брать или семейство из карпы ехать вместе? То ли ездить туда самому? А если там жить негде или учиться детям негде, тогда как? Разлучаться? Разрывать семью? Ездить? Выбившись из сил? Бывает и так, что батюшка и сам не желает расставаться с городской жизнью, и семью не желает перевозить, а просто уезжает на службу. Есть при этом машина или нет, вопрос другой. Бывает и так, что на приход приходится добираться на перекладных. Семья на несколько дней, а то и неделя остается без отца. Потом он приезжает на выходные. Это так называемый папа выходного дня по-священнический. Или на выходные приезжает семья, как на дачу. Одна матушка рассказывала, что на приходе у ее мужа даже не знали, что батюшка женат. Когда через несколько лет она приехала посмотреть, где служит муж, не ездила она, потому что дети были маленькие, дорога не близкая, сама машину никогда не водила, а с малыми детьми на автобусе трястись нереально. Прихожане, а именно прихожанки, были очень разочарованы семейным статусом их настоятеля. А мы-то думали с нескрываемым негодованием и даже упреком сказали они, что вы, батюшка, не женатый. Ужас какой. Пример из жизни. Представьте ситуацию. Жила семья в большом городе, а приход дают далеко от дома. Шесть часов на автобусе. Машины нет. Пять человек детей. Каждый день не наездишься. Даже раз в неделю не накатаешься. А батюшка должен быть на приходе. Семья пыталась жить на приходе, но получалось это только летом. В селе, где служил отец, школы не было. Ближайшая семилетка за 10 километров. А в городе дети учились в хорошей школе, да еще в музыкальную ходили. Решили пожертвовать своими интересами ради детей. Матушка уехала с дочадами домой в город. А батюшка остался. Как не скорбно и не тяжело было. Дети выросли и получили высшее образование. И только тогда жена смогла переехать к мужу. Родители не жалели, что пошли на такую жертву. Ведь останься они все вместе в селе, вряд ли выучили бы детей. Тем не менее, слушая эту историю, становится грустно. Лучшие годы проведены в разлуке. В встрече, урывками. Когда батюшка мог вырваться, да и дети выросли практически без отца. Напрашивается вывод. В священнических семьях жертвовать чем-либо приходится гораздо чаще, чем в любой другой семье. В некоторых епархиях издают указы, обязывающие священника жить на приходе с семьей. Распоряжения бывают весьма строги. Отлучаться можно только в пределах епархии. Предоставлять ежемесячный отчет. В случае неповиновения могут оказать в отпуске. Или наложить другие запреты. Ну и проблемы с жильем должны решать сами. Как об этом уже писалось во главе про квартирный вопрос. Конечно, такие строгости не во всех епархиях. Тем не менее, встречается и такое. Вот и приходится иногда батюшке находиться между молотом и наковальней. Ведь бывают обратные ситуации, когда священник на приходе бывает наездами. Приезжает служить в выходные, праздники. А в другие дни его не найдешь. Конечно, архиереи по-своему правы. И это понятно. Для архиерея главное, чтобы на всех его приходах была налажена полноценная церковная жизнь. Чтобы священник был доступен. Чтобы его не искали прихожане днем с огнем. И если в епархии 10 священников живут в одном городе, а 10 приходов в деревнях стоят заброшенные, то, конечно, невозможно учесть интересы всех священных семей. Надо чем-то жертвовать. Надо кому-то ехать за 3-9 земель. Как правило, посылают молодых. Общаясь с матушками, понимая, что главными причинами невозможности переехать с места на место служения мужа являются три маленьких банальных обстоятельства. Отсутствие какого бы то ни было сносного жилья. Отсутствие учебных заведений и низкий уровень медицинского обслуживания. Так можно сказать, мелочи. В каменном веке об этом и не мечтали. Для людей, выросших на селе, два последних критерия могут быть совсем незначительными. Но для горожан эта проблема серьезная и неразрешимая. Не все могут переехать из Мерседеса в УАЗик. Начиналась эта история как у всех. Студент семинари, назовем его Олег, женился на хорошей девушке Оле. Далее, опять же, как у всех, рукоположение, возвращение в свою епархию. Благо Ольга и Олег рядом, родом из одного города. Получает отец Олег от своего епископа указ на приход в глухую деревеньку на краю области. Вначале даже обрадовался. Ехал домой, думал. Как романтично. Лес, грибы, прозрачная речка, свежий воздух, тишина. Просыпаешься не под гул машин, а под пение птиц. К тому же они с женой еще молоды и у них еще нет детей. Почему бы и не послужить в деревне? А детки пойдут, так для них и полезнее в деревне жить. Вон деревенские ребятишки какие здоровые и загорелые. А городские чахлые да зеленые. Так рассуждал отец Олег по дороге домой. Думая, как он обратует матушку. Но грянул гром оттуда, откуда молодой батюшка и не ожидал. Матушка категорически отказалась ехать в деревню. А что я там буду делать? Коровам хвосты крутить? Возмутилась молодая попадья. Никакие уговоры на Ольгу не подействовали. Оля выросла в интеллигентной музыкальной семье. Сама в консерваторском образовании. Привыкла к комфорту. Без ванной и горячей воды просто не мыслила своего существования. От одной мысли, что придется жить в избе с туалетом на улице, приходила в ужас. Они ругались почти всю ночь, а наутро удрущенный священник в расстроенных чувствах поехал к владыке объяснять ситуацию и проситься в город. Владыка молча его выслушал и грозно взглянул. Поедешь, куда я тебя назначил. Нехорошо мужу, а тем более священнику, на поводу жены идти. Она жена священнослужителя и должна ехать за мужем хоть в Магадан. Потом, смягчившись, объяснил, что не может он, молодого, только что рукоположного священника, оставить в городе. Большинство приходов сельские, а у него много священников, которые по 10-15 лет служат и тоже хотят в город перевестись. В общем, дал понять, что нет такой возможности при всем желании, да и желания такого нет. На приход отец Олег уехал один. Домой приезжал редко, жена к нему в гости ни разу не собралась. Не виделись по несколько месяцев. Потом отец Олег получил от жены письмо, в котором она написала, что встретила другого мужчину. Батюшка с горя запил. Впрочем, он и раньше стал понемногу зеленым змеем увлекаться от беспросветного одиночества. Архиерей, узнав о беде, случившееся с отцом Олегом, срочно перевел его служить в монастырь для излечения от пьянства. На его место прислал другого священника, тоже из города. Жизнь с другим мужчиной Ольги не сложилась. В какой-то момент она раскаялась, разыскала мужа, но было уже поздно. Батюшка готовился к постригу, но даже если бы и не собирался он принимать монашество, вы все равно ее принять назад не смог бы, разве только если бы снял с себя сан. Ну вот опять печальная история, опять негатив. Но ведь эта жизнь, не я ее придумывала. Будней бывает больше, чем праздников. Скорби и слез больше, чем счастье и радости. Кто виноват? Никто, только сами. Почему бы не пожертвовать комфортом ради любимого человека, да и ради Христа? Где-то говорилось, что человек – кузнец своего счастья. Правда этой ли выдумки решать не нам? Потерпевший же до конца спасется. Так ведь сказано в Евангелии на этот счет? Вернемся к нашей теме. Возьмем ситуацию, когда семья, дабы не разлучаться с отцом, решается на переезд. Продают жилье, переезжают. Дети переводятся в простые деревенские школы, привыкают к новым условиям. Семья обзаводится хозяйством и постепенно начинает вникать в непростые правила деревенской жизни и деревенских отношений. Зачастую в деревне главная проблема – это не бездорожье, не отсутствие цивилизации комфорта, а люди, их менталитет, их образ жизни, мыслей, привычки. Очень трудно понять городскому образованному человеку. Образование, жизнь в мегаполисе накладывает такой сильный отпечаток, что многие просто не способны жить в деревне. Деревня их ломает и растаптывает. Мне рассказывали про одно село, где люди настроились против церкви потому только, что священник, приехавший к ним, не учел их интересов при выборе места под строительство храма. Лужайка, на которой начали строительство, предназначалась для выпаса коз и гусей. А тут приехал поп и забрал их любимый лужок под церковь. Причем люди предупреждали, что здесь они не желают видеть храм, здесь у них козы пасутся, а священник их не послушал. Вот и стали селяне говорить, что церковь им не нужна. Прислали другого священника, которому пришлось расхлебывать то, что наделал его предшественник. Священник, как правило, не знает, что ждет его на новом приходе. И, конечно, решая вопрос о переезде, семья должна быть готова ко всему, к любым неожиданностям, в том числе и неприятным. Новый приход не будет встречать пастыря цветами и музыкой. Обычно приход встречают проблемами, безденежьем, разрухой, сложными отношениями в общине и среди прихожан. Конечно, все испытания и сложности преодолеваются верой и молитвой. И очень многие, несмотря на любые трудности, веря, что на все воля Божия, что Господь им поможет, все преодолевают. Заголовок. Духовничество и общинная жизнь. Есть приходы, где существуют четко сформированные общины. А общину можно сравнить с дружной деревней, где все друг друга знают, помогают, поддерживают, вместе отмечают праздники, вместе переживают горе. Возглавляют и объединяют общину священник, к которому прихожане относятся как к духовному отцу. На церковном языке его называют духовником. Многие православные желают иметь своего духовника, к которому в любой момент можно обратиться за советом, поддержкой, который знает все их проблемы и трудности. Как семейный врач знает все болезни своего пациента. И ему не нужно каждый раз объяснять все сначала. Поэтому зачастую верующие, особенно новоначальные, стремятся найти собственного духовника. Многие священники сами имеют духовников, более опытных священников, с которыми они советуются в важных делах. Ведь сам священник зачастую нуждается в поддержке и окормлении. В идеале духовный отец должен быть один на всю жизнь. Но кто-то меняет духовников или переходит из одного прихода в другой. Правда, шатание по духовникам и из прихода в приход в православие не приветствуется. Недостатком таких общин является некая закрытость. Вновь пришедшего там не будут принимать с распростертыми объятиями. Чужака, скорее, вежливо не заметят, оказывая ему минимальные знаки внимания. И только если человек будет постоянно посещать их церковь, его постепенно примут. Из-за закрытости подобных общин от внешнего мира существует опасность возникновения внутреннего гуруизма. Вот началось. Мол, наш батюшка самый-самый, мы к другому не пойдем. В таком случае все зависит от священника. Насколько ему хватит мудрости. Силы не культивировать это явление. Причем, чем большим гуруическим настроем отличается община, тем более она закрытая. В самом центре Москвы, возле знаменитого дома на набережной, есть подобная община, члены которой большие любители древнерусского наследия. Женщины вообще не ходят в народных сарафанах. Плотки носят по-старо-брячески, закалывая под горлом булавкой. Мужчины предпочитают косоворотки, стрижки под горшок и скрипучие сапоги. Хорошо, что лапти не догадались носить. Но любовь к национальному костюму можно было бы рассматривать просто как милую причуду одного отдельно взятого прихода. Есть ли бы неполголовная эскатологическая настроенность или эскатологический страх членов общины, из-за которого общение с ними, как с нормальными людьми, становится практически невозможным. Вы спросите, что такое этот эскатологический страх? Это очень интересное явление. Страх конца света и прихода Антихриста. Под его действием начинает бояться любых новшеств. От старого привычного телевизора и до всяких паспортов, ИННов и пластиковых карт. Сколько людей, носители этого псевдоправославия в свое время оттолкнули от веры, трудно сказать. Но как говорится, каков поп, таков и приход. Такова жизнь. Не нравится вам эскатологический психоз, идите в нормальный храм, где этого нет. В общем, кто больше знает, тот меньше влипает. Читайте нашу инструкцию дальше. Есть храмы, где никакой общиной жизни не существует вовсе. Такие храмы среди православных называются захожанскими. Эти приходы похожи на городские многоэтажки, где соседи, живущие на одной лестничной площадке, едва знают именно друг друга. А уж живущих в одном подъезде не всегда узнают в лицо. Такие храмы изобилуют злобными шипящими старухами, готовыми растерзать любую не по форме одетую барышню. Там часто встречаются вечно спешащие и замотанные священники, не способные толком выслушать пришедшего к ним человека. Да, земная церковь не идеальна, в ней есть свои тараканы. Поэтому глупо обижаться, если вас вдруг обругали или не выслушали. Это не значит, что ситуация везде одинакова. Просто еще раз делаем вывод. Кто больше знает, тот меньше влипает. Хотите подскажу, как зайдя только лишь в притвор церкви, можно отличить общинный храм от просто захожанского? Очень просто. По доске объявлений. Если доска объявлений увешана рекламными листками фирм, предлагающих паломнические поездки, и других объявлений нет, то это захожанский храм. Если кроме паломнических листовок доска объявлений изобилует объявлениями следующего содержания. По благословению настоятеля многодетная семья примет в дар детскую коляску. Лежачая больная нашего прихода срочно нуждается. Православные котята в хорошие руки. У нашей прихожанки сын. Семья нашего алтарника снимет. Комната обмена детскими вещами работает. То смело можно делать вывод, что за дверями храма обитает крепкая дружная община. Стоит отметить, что общины и захожанские храмы имеют одну общую особенность. Наличие постоянных прихожан. Только в захожанских храмах люди приходят просто в храм. А в общинном еще и к батюшке. И к своей тусовке. Так что у каждой медали две стороны. Субтитры создавал DimaTorzok